Не отстаёт от Днепровского коллеги и мэр Городка Сколи. Вместе с нардепом Свободовцем сегодня он взял на пороки четверых обвиняемых в Мукачевской перестрелке бойцов правого сектора. Почему после двухлетнего процесса прокуроры решили снять с них обвинение и выпустили на волю? Узнаем от Марина Коваль. Возле Мукачевского суда акция правого сектора. Активисты с флагами, плакатами и лозунгами требуют освободить арестованных бойцов и называют их политическими заключёнными. Свинь за цвом! Брат за брата! Подсудимых четверо. Их задержали после перестрелки в Мукачеве. В июле 2015 года бойцы правого сектора приехали на встречу с нардепом Михаилом Ланё. Началась перестрелка. Погиб охранник спортклуба, возле которого всё и происходило. Дальше погоня и опять перестрелка уже с силовиками. Убит боец правого сектора. Причиной вооружённых разборок депутаты Верховной Рады назвали борьбу за контроль над контрабандными потоками. Во время сегодняшнего заседания адвокаты просят отпустить подзащитных на поруки. За них ручаются нардеп Михаил Головко и мэр Сколы Владимир Москаль. Раньше мы не могли выбирать альтернативный захід. Был терроризм. Сняли терроризм и появилась подстава. Законная подстава сейчас есть то, что по-перше в процессе не найдено никакого доказа виноватности хлопцев. Недолго посовещавшись, судьи решают освободить подсудимых из подстражи прямо в зале заседания. Поручители обещают, бойцы не сбегут и дождутся приговора. У нас в Украине, правда, есть законы судочинства. Ничего не понимали. До сегодняшнего часа даже не понимали, что нам еще залишили эти статьи, которые нам инкриминуют. На данный момент, так, им вручен новый обвинительный акт. В прошлом судовом заседании был, который на данный момент рассматривается. И в межах этого обвинения мы будем просить призначити покарание. Пока в Мукачеве заседал суд, в Киеве активисты правого сектора пикетировали генпрокуратуру. Требовали не только освободить из-под стражи подбратимов, но и снять с них все обвинения. Да, они порушили закон, что открыли с боевой оружием огонь. Но они пресекали бандитизм. То, что должна делать прокуратура, то, что должна делать милиция. В генпрокуратуре активистов приняли и заявили, дело не закроют. В них передбачено 4 злочины, 3 тяжких и 1 особо тяжкий. Это, в частности, статья 194, пошкоджение или уничтожение майна. 121, причинение тяжких телесных ушкоджений или таких, что потягли смерть. Это 258, створение и участь в банде. И 345, это погроза или западение шкоды здоровью работников правоохранительных органов. Очередное заседание назначили на 8 июня. Тогда, по просьбе прокуратуры, суд должен будет изучить видео перестрелки. Потом дебаты и, наконец, приговор. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.